Давайте вот откровенно скажем одну вещь. Армения, совсем откровенно. Армения исторически, политически, физически и материально является для России обременением. Это обременение было с самого начала. А если они так, так давайте жестко. Это обременение. Мы кровью своей, жизнью, деньгами, газом, войсками спасали этот народ. Это правда. Если они хотят соскочить, и зрители этого бабосвозу не знают, но хотят, а давайте мы будем ставить точки над «и». Они сейчас, значит, митингуя за человека, который свою политическую карьеру до последних высказываний, который абсолютно противоположен тому, что он говорил раньше, делал на том, что он хочет соскочить. Как раз. Это был основной смысл его политической манифестации. Так вот, если они хотят соскочить, пожалуйста, welcome, идите, вот колбаской катитесь, да? Мы ничего не потеряем. И прекратите омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом. Вот и все. Хотите, пожалуйста, мы сами этого не сделаем никогда. Потому что мы не предатели, потому что если мы жертвовали кровью ради армян и грузин, мы будем это делать, пока они дают нам возможность и изъявляют желание, чтобы мы это делали. Ровно об этом идет речь. Не надо нам тут, понимаете, крутить пальцем перед лицом и рассказывать, как вы нас предадите. Ради бога, кому вы нужны, блин, на свете, кроме нас? Вот этот простик. Никому вы не нужны, кроме нас. Если вы не нужны себе, и вы идиоты, пожалуйста, идите и топитесь. Народ, который существует, благодаря, и исключительно благодаря нашей поддержке и тому, что мы вообще существуем, не имеет права шантажировать нас предательством. Не имеет права. И если пусть кто-нибудь откроет маленькую пасть и скажет что-то подобное, то он должен понимать этот факт. У них нет этого права. Они физически бы не было ни одного армянина, никакой Армении бы не было, если бы не мы. В природе не было бы. Не могло бы быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова